Вы все трое долларовые миллионеры. Мы не можем делиться такими данными. Какой оборот компании? Тоже не можем рассказывать. Задача стартапа – оставаться живым. Но если вы быстро сдохнете... Давай ты будешь нашим третьим кофаундером. Привет! Мы находимся сегодня в кооперативе, но на самом деле не совсем в кооперативе, потому что весь третий этаж занимает одна из самых знаменитых украинских стартап-компаний – компания Preply. Компания, которая, судя по новостям, буквально пару недель назад подняла новый раунд. 35 миллионов долларов является вот так вот быстро растущим бизнесом, чьим основным рынком является США. При этом у компании офисы в разных странах мира. И нам удалось ради вас поймать всех трех основателей. Preply – онлайн-платформа для обучения. Сотни тысяч учеников. Больше 40 тысяч преподавателей со 185 стран. Создатели компании. Кирилл Бегай, Дмитрий Волошин, Сергей Лухьянов. На данный момент капитализация компании – более 50 миллионов долларов. Офисы в Киеве и Барселоне. Около 300 сотрудников с 40 стран. Preply – глобальная компания, которая завоевывает в мир знамения. Какой оборот компании вот за 20-й год? Ну, мы не можем делиться такими данными. Что мы можем сказать? Что мы подняли там 50 миллионов долларов на данный момент. Последний раунд был 35. Подняли, привлекли инвестиции. Да. По какой оценке 35 вы привлекали уже? Тоже не можем рассказывать. Это конфициальная информация. Ну, хоть сколько процентов продали за 35? А ты математик. Нет, я не умею считать. Ну, хитер. Вы вообще как познакомились? Хорошие, хороший вопрос. Мы познакомились с Димой в 2011 году. Это был стартап Crash Test. Нас познакомили, да, и это была встреча, где мы сели вот за стол и просто пообщались там, ну, на протяжении, не знаю, 20 минут. Да, и после этого друг друга не видели. А что, вы общались? Я даже не помню. Чем ты тогда занимался? Слушай, я тогда еще работал в Терасофт. А ты чем тогда занимался? У меня история такая, очень прагматичная. Я после университета, у меня был такой романтизм, пойти в аспирантуру. Я там гордо пришел в свой университет, подав документы, вступил в аспирантуру. И в какой-то момент я в аспирантуре, все нормально. И тут до меня звонит минуковый керевник и говорит, «Витаю, президент Украины подвищил тебе стипендію, и теперь она будет не 600 гривен, а 620». Я такой, в какой-то момент времени подумал, «Так, если мне подвищают раз в піврока стипендію на 20 гривен, то, возможно, там науковая стезя, это не то, чем стоит заниматься в данный момент времени, а это может быть что-то такое на бэкграунде, и стоит посмотреть, а чем можно попробовать себя реализовать в бизнесе, потому что я понял, что в Украине науковый карьер в тот момент времени было делать достаточно тяжело». Первое, наверное, то, что мы, это было еще до Сережи, мы запускали другой проект, мы его тогда называли «Точка знания», после чего мы его называли «Find Guru». был ребрендинг, очень такой большой эксцесс, на самом деле нет, да, то есть это был, просто мы придумали новое имя для выхода. Нам нужен был маркетолог. Я знал двух маркетологов. Один работал со мной в МТС, он отказался, а второй был Дима, которого я видел и общался с ним 20 минут. Больше я никого не знал. Ты считал, что он маркетолог? Я считал, что он маркетолог, потому что он работал в Silent Baby тогда. У меня до того еще был этап життя, когда я работал в ФМЦДшце. Я займался… Где, где, где? Да, я называю это «ФМЦДшка». ФМЦДшка для меня – это то, что роста 1-2% в рік, и я там трошки попрацював маркетингу, я зрозумів, такие речные презентации результатов компаний, и говорят «Ура, мы выросли на целых 1,5% за этот год». И я так сижу и думаю, так, 1,5% в рік, что-то, мабуть, не очень тут кривио может быть. 20 кривио, президенты, 2 кривио параллельно, да? Я зрозумів. А знаешь, в тот же момент вийшов фильм «Соціальна мережа» с Марком Цукербергом и показана история такого классического айтішника. Марк закрывается в гуртожитку, набирая какие-то коды на компьютере, через неделю в него все роста, там по 10 раз в неделю выростаё трафик, ревеню проходить инвесторы, миллионы, миллиарды, ну и романтизм, и я таки думаю, треба идти в эти… А цей фильм справа на тебя вплинув? Так, так. В какой момент, и вообще как вы начали нащупывать препли, в какой момент произошёл перелом в глобальную компанию? Вот мне вот это очень интересно. Очень быстро произошёл перелом, после того, как мы запустили FineGuru. Прошло 3 месяца, и мы поняли, что мы построили плохой продукт не для тех клиентов, не на том рынке. Ну это неплохо. Мы поняли это достаточно быстро. Строить что-то огромное, находясь только на рынке Украины, очень тяжело. Мне лично, мне кажется, нашей компании помог Дима и Рома, в том плане, что они уже очень долго работали с американским рынком, как программисты, как фрилансеры, и для них американский рынок был намного ближе, и они вот говорили, ребята, давайте перейдём на американский рынок, давайте что-то делать более глобальное. И вот через 3 месяца мы решили тот продукт остановить, и убить, и закрыть, и начать что-то новое. Сколько за эти 3 месяца вы потратили денег? 20 тысяч долларов где-то. Своих сбережений? Нет. Мы были в бизнес-акселераторе. Вы за какие деньги жили в этой войне? За маленькие. В этот момент, это 12-й год, начала рождаться идея Препли, правильно я понимаю? Мы фактически закрыли полностью предыдущий продукт. Мы встретили инвесторов из США, скажем так, выходцы из постсоветского пространства, которые приехали в раннем возрасте в США. Они элоцировались в Бостоне, приехали сюда, встретились с нами, и они решили, что команда очень классная, но продукт, который мы строим, очень плохой. Файн Гуру. Файн Гуру. И мы собрались, на тот момент нас было трое, Дима, я и Рома, наш на тот момент третий кофаундер. Интересная часть, что Дима был маркетологом, он был чиф-маркетинг офицером. То есть не был CTO. Он не был CTO. И в тот момент одно из самых ключевых выводов после Файн Гуру это то, что мы плохо строили продукт, и нам жутко не хватало дизайна, дизайнера. Человек, который хорошо разбирается в продукте и может рисовать экраны. И мы начали искать дизайнера, и тоже, это, знаешь, это реально анекдот о том, как мы друг друга нашли. Потому что это все. Я не знал дизайнеров. То есть был один дизайнер, которого я знал, он нам сделал вот этот дизайн, и нам с ним не понравилось работать. Больше дизайнеров я не знал. То есть он сделал дизайн Файн Гуру. Я начал как бы по знакомым, узнавать, кто у кого есть знакомый дизайнер. И был один тогда стартап, они очень быстро закрылись, но мне понравился дизайн. Это был стартап, аукцион, минусы. Аукцион на понижение, скандинавский. Что-то такое было, да. Вот. И мне понравился дизайн. Это в эпоху покупонов и вот этих вот волксеров, да, где-то вот там. Группонов, вот где-то там оно болталось. Да, да, да. Что-то было. И Лебедев делал первую версию и вот она у них провалилась и они, значит, со мной делали вторую версию. Задал планку. Собственно, я узнал, кто у них был дизайнером. И они сказали, ну мы работали там с парнем из Николаева, да, никогда его не видели, но могу дать телефон. Я говорю, давай. Вот. И, собственно, я позвонил этому парню, я его тоже никогда не видел и говорю, слушай, чувак, я видел там дизайн рисовал, мы тут делаем стартап, у нас ничего нет. У нас нет денег, у нас вот мы сейчас строим команду, у нас нет продуктов, мы еще не понимаем, кто наши клиенты, но мы построим классный продукт, мы собираемся запускаться в США, мы уезжаем в Бостон и мы приглашаем тебя с нами. Вот. То есть такой был пич. А по поводу Бостона вы договорились с этими парнями из... Да. Серега, расскажи, как ты это помнишь? Ну, примерно так же помню. Позвонил Кирилл, рассказал историю романтическую достаточно. На тот момент я ни разу не выезжал за границу еще. И тут, значит, мне предлагали... И ты жил в Николаеве? Да, я жил в Николаеве. Я как раз ментально там подошел к вопросу переезда. Переезда в Киев. Переезда в Киев, да. Все верно. И начал искать подходящее какое-то новое место работы. И так вот мне подвернулся, в принципе, Кирилл, который рассказывал с некой долей авантюризма это все. Но я поверил тогда в него, поверил в то, что это все будет работать и решил присоединиться к ребятам. Сколько ты заработал в Николаеве тогда? Порядка полутора тысяч. И вы поехали. I go to America! И нас на тот момент стало четверо. Сережа у нас был дизайн и продукт, Дима у нас был маркетинг, я был генеральный директор, чтобы это не означало на тот момент... Это означало, на самом деле, отвечать за все, что не отвечали ребята. И Рома, который был техническим директором. Мы вот в результате брейншторма решили сфокусироваться на родителей, детей, которые готовятся к американскому ЗНО и помогать им находить репетиторов онлайн. Мы хотели строить что-то, что будет очень хорошо масштабироваться. И это были такие очень ранние тренды. Только появлялось так называемое Skype репетиторство. Это 2012 год? Да. И в октябре мы уже были вчетвером в Бостоне. За это время нам удалось убедить еще, наверное, где-то с десяток или с восемь, возможно, авантюристов-инвесторов, которые поверили в команду, у которой не было продукта и которые еще как бы ничего не запустили. И мы подняли раунд на 180 тысяч долларов. Это был ангельский раунд? Мы называли это, да, прессит, ангельский раунд, в котором участвовали, собственно, инвесторы из Бостона. Это был Борис и Вадим. Плюс они пригласили Семена. Семен Дукач, это достаточно такой известный инвестор. Мы приехали в США с чем? С американской мечтой, да? Мы сейчас запустим на рынке США продукт, и он начнет лететь. Мы построили классный продукт, были так горды им, создали новый name, новое имя, Preply, Preply.com, купили. Preply, именно как Preply, для этого экзамена, да? Все, я понял теперь. Вот. И запустили на рынке США. И на следующий день ничего не произошло. И через неделю ничего не произошло. Клиенты почему-то сами не появлялись. Дима у нас начал запускать маркетинг компании в Гугле. Была безумно классная бизнес-модель. Мы платили Гуглу за одного клиента 700 долларов. И этот клиент у нас оставлял на сайте 20 долларов. Очень такое, знаешь, классная инвестиция. Мы 3 месяца пытались, чтобы это все взлетело разными каналами, но понимали в итоге, что нам нужно гораздо больше времени, нам нужно улучшать итеративно продукт, нам нужно искать новые каналы, и в США это просто дорого. Мы сожгли практически все деньги. Сколько все эти 180 штук? Почти все. У нас там оставалось может быть 1030-40, когда мы вернулись в Киев. У нас был дом под Боснам, такой стартаперский дом, где мы в Пятером жили и работали. Круто. Да, прикольная история. Сколько часов в сутки вы работали? Слушай, работали постоянно. У меня есть фотки, когда мы работаем в субботу, в воскресенье. Это был на самом деле огромный стресс, потому что для нас это была большая ответственность. Мы взяли у людей там 180 тысяч долларов, да, мы поехали в Штаты. Штаты был огромным стрессом. Это для меня был первый раз в Штатах, для Димы и для Сережи. Мы столкнулись с новой реальностью. Ну, ты представляешь, переехать из Киева в Бостон, где с тобой все говорят на английском, а ты еще английский нехорошо знаешь. И ты строишь там бизнес. По изучению английского. Ну, тогда это было не изучение английского, это больше была математика плюс английский, но это было очень много стресса, да, то есть мы делали интервью с клиентами, я лобил людей в школе, после школы родителей и пытался узнать, какие у них проблемы и может ли преп ли им помочь. И ты представляешь, вот я подходил и на ломаном языке говорил, извините. Мы не местные, можно провести с вами дедайн-финкин-интервью. Да, да, вот. Мы заехали в одну школу, но мы очень сильно промахнулись, это было где-то, ну, какое-то количество километров от, миль, правильно говорить, от Бостона, да, и мы приехали, а там оказалась не школа, а детский сад, да, то есть мы заходим, а там все, все школьники, они вот такого роста, да, и все такие малые, классные, и мы познакомились там с женщиной, афроамериканкой, с которой мы посидели, пообщались, хотели понять, что и как, и она сказала, о, а я как раз провожу курс по подготовке к SAT. Вау. Я говорю, ну, классно, по-моему, то, что нам нужно. Я говорю, ну, вы приезжайте, такое-то место, там будет этот курс проходить. Приехали, и мы подъезжаем к зданию, паркуемся, и смотрим, это здание, церковь из пластиковой вагонки. Так. Да, мы такие, окей, мы заходим, и, собственно, афроамериканка начинает рассказывать, что такое SAT. Она делает вступление на английском, говорит, вот там у нас ребята, которые могут вам помочь. А много людей сидит? Человек 20 сидел. И буквально где-то на третьей минуте ее питча я перестаю понимать, что она говорит. Абсолютно. Она переключилась на испанский. Потому что это было, скажем так, комьюнити, испаноговорящих. И она начинает говорить на испанском. И здесь я такой окей. Я на английском еще толком не говорю. А вы уже на испанском. Вот. Это одна из историй, как мы изучали рынок. Это как раз, наверное, то, что перерасовывала наша ценность, которая у нас есть. Customer Obsessed. Это, как вот обсесс-то перераскивает? Одержимый. Одержимость клиентом. Вот это одна из ценностей Preply. В общем, мы вернулись в Киев. Первая история это то, что Рома, наш Chief Technology Officer, технический директор, устал работать со мной. Напряжение между нами было. И решил идти работать в Google New York. Ага. А как они узнали о нем? Ну, Google достаточно активно общался с выпускниками Шевченко. То есть, Google активно пытался заполучить Диму. Дима отвечал ему нет, несколько раз. Круто. И Рома нам сообщает об этом. У нас паника. У нас, во-первых, у нас депрессия. Мы вернулись после США и вместо американской истории мы сидим возле разбитого корыта. Мы начали делать SEO, это оптимизация под поисковики. У нас из Google палился трафик, есть такое выражение. Пошел трафик на сайт, да, то есть, нас начали находить клиенты в Google и появились какие-то клиенты. Но их были единицы. То есть, даже не десятки, их были единицы. Я напомню, я когда брал интервью у Podcube, вы тоже можете посмотреть где-то или здесь, или здесь, там один из основателей сказал очень классную штуку. Главная задача стартапа как можно дольше просто оставаться живым. Потому что, если вы будете долго живым, то есть достаточный шанс, что рано или поздно вы что-то нащупаете. Но если вы быстро сдохнете, то, в принципе, и шансов-то и не очень много. Скажем так, мы работали уже фактически год с Димой, но мы не были, знаешь, скажем так, мы не были достаточно близкими. То есть, мы работали так, на расстоянии, вот как сейчас, вот так и работали. Когда Рома сказал, я ухожу, я повернулся с Сережей и Димой, сказал, Сережа, Дима, я пошел искать нашего нового технического директора, меня месяц не будет. На что мне... Ты вышел из комнаты? Я не успел выйти из комнаты, и мне Дима сказал, я буду техническим директором. Я говорю, подожди, подожди. Now you're talking. Ты же у нас маркетинг-директор. Как же мы без маркетинга директора? Он такой, я говорю, нет, ты маркетинг-директор, я пошел искать. Он такой, нет, я теперь технический директор. Так. Но вот как раз момент произошел очень важный, потому что Дима повернулся ко мне, посмотрел мне в глаза и сказал, чувак, я буду техническим директором, доверься мне. Круто. Вот. И вот в тот момент для меня до сих пор очень такой чувствительный момент и эмоциональный, потому что я понял, что, слушай, ну, мы уже там год через что-то прошли, и что на самом деле вот это вот расстояние между нами мы должны уже сократить. То есть я должен больше доверять Диме, да? То есть ты имеешь в виду, что вы почти год провели вместе, но еще по-настоящему не сблизились? То есть вы как такие холодные айтишники, которые, типа, ты отдельно, я отдельно. Ну, мы взаимодействовали, да, но не было... Ну, вы в одном доме, блин, жили? Жили в одном доме. Ну, так вы должны были там убухаться и там как-то social distance. Ну, у нас это медленно, вот этот лед топился медленно между нами. То есть вы не пили в Бостоне. Ну, мы пили, пил в основном Сережа. Шучу, шучу, конечно. Так вот, расцепить лед. В этот момент произошел такое, знаешь, мы должны были друг другу довериться. Да, и вот мы тогда доверили, Дима доверился мне, я доверился Диме. То есть произошел вот такой вот, мне кажется, по-настоящему зарождение той команды, которую ты сейчас видишь. И следующий шаг, нам понравилось работать с Сережей, да, и у нас ушел Рома, и мы сказали, Сережа, давай ты будешь нашим третьим кофаундером. И у нас закончились деньги. Это было хорошее предложение, да? Действительно, закончились деньги, поэтому предложение было, как обычно, великолепное. У нас ничего нету, но мы построим сейчас космический корабль и взлетим. Да, на самом деле, на самом деле, было очень интересно. После возвращения из Бостона, мы, в принципе, не занимались привычной для нас работой, мы не рисовали, не кодили, ничего. Мы сидели просто в комнате с утра до вечера и, как мы уже говорили, брейнштормили. Мы хотели как-то спасти все это дело. Было очень тяжело, на самом деле, много нервничали, ссорились, были разные моменты на этом пути. И в какой-то момент, просто из любопытства, я открыл Яндекс и начал искать там нечто похожее, то есть преподавателей английского, но на локальном рынке. И я быстро обнаружил, что там есть, в принципе, спрос этот. Мы исследовали вообще все, что было вокруг нас. Нашли некоторые платформы, которые скорее являлись досками объявлений, но там были те репетиторы, которые нас интересовали. Решили попробовать переключиться на местный рынок, который показался нам перспективным. На киевский рынок, по факту. Ну, по сути, да. На тот момент мы уже почитали книжек, которые учили нас фокусироваться на каком-то одном сегменте и решать проблему для одного узкого сегмента пользователей. А что вы читали? По Steps to Epiphany, наверное, Стив Бланк и Win Startup, Эли Крис. Эти книги подсказали нам, в чем были наши ошибки в предыдущие разы, когда мы, не спрашивая кастомера, значит, клиента, начали валидировать больше, чем строить. Мы поддавали сомнению все, что мы придумывали, относились к этому достаточно скромно и с любопытством следа на рынок, чтобы понять, как будет реагировать наш кастомер. То есть, вот этот обломчик в США, он сильно пошел на пользу, по большому счету, я понимаю, да? И после этого вы реально начали строить от кастомера, от клиента, а не от своего вижена, правильно понимаю? Да-да-да. И, значит, мы создали одну страницу, на которой можно было сделать только одно действие, оставить телефон. Дальше люди, которые оставили телефон, контактировались с Кириллом, и Кирилл ручками находил им репетитора, выясняя предварительно их потребности в этом все. И вот так вот мы начинали. Это же была история как раз тоже там новой почты, когда они получили первый заказ. Это когда стоматологи из Харькова забыли отправить пачку лифлетов для выставки в Киеве. И один фаундер поехал на троллейбусе в Харькове, забрал этот пакет, сдал его в Автолюкс. Второй фаундер в Киеве Автолюкс встретил и отвез его на выставку. Это старт новой почты. Сережа нарисовал дизайн, Дима запрограммировал, и у нас была уже страничка, на которую Дима запустил по старинке, он же был маркетинг-директором, по старинке запустил Google AdWords, трафик, да? И у нас в первый же день появились клиенты, которые нам оставили заявку, что нам нужен репетитор. Но это как клиенты. Под клиентом мы, мы очень простой сервис делали, то есть под клиентом мы понимали номер телефона. И приблизительно это выглядело так. Алло, доброго дня, вам нужен выкладатель английский? Так, а вы пишите, что вам нужно? После этого Кирилл был в форме оператора колл-центра, который собирал заплаты от пользователя, лазал по сайтам, где можно найти этих выкладчиков, и конвертовал их как очень хороший продажник, чтобы они начали заниматься с особенностями выкладчиками. А вы брали от этого, или просто их коннектировали? Да, это была отдельная история. Мы решили брать модель, которую мы там видели на другом рынке, и брать оплату за первый урок. То есть с репетитора. Поэтому, когда я звонил репетитору, я говорил, ребята, у нас есть потенциальные клиенты для вас, мы берем оплату за первый урок, когда вас познакомим. То есть если у вас будет первый урок, и он хорошо произойдет, вы нам потом закиньте денежку на мой приват. Вот так это работало как MVP. И они платили? Не всегда. Поэтому через месяц я понял, что я уже не только делаю саппорт клиентов по телефону, а я еще и коллекторный центр. Я звоню репетиторам и напоминаю, что им нужно скинуть денежку мне на приват-карту. Наверное, на второй месяц мы сделали все через LeakPay. То есть мы запустили платежи на сайте. И между собой мы общались и говорили, не может быть, это точно не сработает. Люди платят за репетиторов онлайн до того, как у них произошел урок или они даже увидели этого репетитора? Не может быть. Такого не произойдет. Не будет такого. Но мы решили протестировать. И сработало. У нас начали идти платежи онлайн. И тогда постепенно мы начали развивать шаг за шагом немножко больше маркмэ, немножко больше поисковой оптимизации, больше репетиторов. И вот шаг за шагом мы вышли на сумасшедший доход. Мы запустили в апреле к августу этого же года 2013. Мы вышли на сумасшедший доход 500 долларов в месяц. Доход или прибыль? Доход. На троих. На вытоке. В тот момент мы решили, что пока еще рано платить зарплаты. Все, что мы зарабатываем, мы тратили на маркетинг. А как вы жили? Где вы деньги брали? Подрабатывали. Доход 500 баксов. Это август 2013 года и вы решили пробовать дальше. Правильно я понимаю? Мне кажется, нам просто было очень интересно что-то строить и приносить какую-то пользу клиентам. Деньги не существовало для нас как драйвера. Мы уже год существовали на очень низком уровне дохода. Но у вас семей не было, то есть вы кормили сами себя? Да, да. То есть вы питались пиццей, джинсом? Пицца это дорого. Пицца это дорого, да, там гречка. Гречка и вареная курица. Да. Огурцы. Это ваш был основной рацион? Мой так точно. Но мы чувствовали, что что-то движется и оно прогрессирует, оно растет. То есть мы продолжали туда вкладывать свои силы, энергию. Нам это нравилось. Весь 2014 год мы пытались перейти на новые рынки. В Польше, в Бразилию мы пытались перейти. И с 2015 мы уже запустились на этих рынках и встретились с Семеном Дукачем, ангел-инвестор из Бостона. Он как раз тогда управлял бизнес-акселератором Techstars. Он нам собрался с нами и сказал, ребят, ну вы уже три года работаете, у вас что-то уже растет. К тому моменту, в начале 2015 у нас уже было, наверное, где-то тысяч 10 долларов в месяц заработка. Прибыли? Дохода. Я всегда буду говорить доход. То есть прибыль для стартапа это отдельная история. У нас нету цели сейчас быть прибыльными. У нас сейчас цель максимально быстро наращивать доход и масштаб бизнеса. Про прибыль будем говорить там, когда будем публичной компанией. Вот этот скачок от 500 долларов до там 10 тысяч долларов в месяц, он прошел за полтора года. И в 2015 мы думали про какой-то следующий раунд инвестиций. Потому что до этого у нас были только ранние инвестиции в 200 тысяч. И все. И потом вы выживали просто на этот малюсенький доход, чуть-чуть потихоньку улучшая продукт. Да. Продукт, маркетинг, все по чуть-чуть. И фактически это была работа троих нас. В 2014 к нам присоединились два человека. Андрей Двояк, инженер, который до сих пор с нами. Это была его первая работа. А еще у нас был кастомер-саппорт-специалист. Потому что в какой-то момент до там середины 2014 мы на все саппорт-тикеты отвечали сами. Нам звонили репетиторы и клиенты. У нас был очень прикольный репетитор, который всегда звонил мне. Мы всегда с ним общались минимум 40 минут. Как его звали? Александр Борисович. И мы с ним общались 40 минут. Он рассказывал, что ему подходит, что ему не нравится, что он хочет. И вот каждый звонок был 40 минут, он был полностью уничтожал рабочий день. Потому что ты что-то делал и здесь звонок от Александра Борисовича. Но он давал огромное количество инсайтов, что нам нужно делать. В 2015 нас было фактически пятеро. И Семен сказал, ребят, у вас доход из восточной Европы основной. Я бы пригласил вас в Techstars Бостон, но после Techstars Бостона, после акселератора вы здесь инвестора не найдете. У вас нет американского дохода. Идите в европейский Techstars. И тогда только открывался Techstars Берлин, и он нас познакомил с Йенсом Лапинским. Это такой немец. Мы очень сомневались, но в итоге после нескольких звонков мы поверили, что он нам поможет. Потому что мы там ему сказали, слушай, мы ему не говорили розовую историю, мы говорили, вот мы растем, вот у нас есть, но вот здесь у нас проблема и здесь у нас проблема. И он такой, да, да, понимаю, но я знаю, как ее решить. А в чем были ваши главные проблемы тогда? По данным был вопрос, по нахождению инвесторов, потому что у нас основной доход был из Восточной Европы, а не западной. Он не боялся наших проблем. Он сказал, мы их решим. Вы поехали в Берлин, в этот акселератор. Что такое акселератор вообще? Techstars. Они берут небольшую долю, очень небольшую долю от компании взамен на очень небольшую инвестицию. Y Combinator берет 7%, дает 125 тысяч долларов. Примерно, вот очень хороший пример. То есть они принимают стартапы кто с идеей, кто уже с продуктом и за короткий сжатый срок пытаются дать этим командам способ мышления, целей, как выйти на новый уровень. Это где-то три месяца, правильно я понимаю? Обычно, да. Обычно три месяца. Я вижу, как три задачи основные. Это дать вот эти знания. Вторая часть, это дать связи. Например, в Techstars из первых трех недель, две недели, это был спиддейтинг с 9 утра до 12 дня. Мы встречались по 20 минут с профессионалами из рынка и инвесторами. И за вот эти две недели мы познакомились со ста экспертами. Половина из них было инвестора из Лондона, из Берлина, из Стокгольма, из Парижа, которые приехали и с нами встретились. Вторая половина это были либо сооснователи компаний, либо сотрудники, скажем так, топ-менеджеры этих компаний. Мы получили такую сжатую сеть контактов и после этого мы начали через эту сеть контактов искать новые контакты. То есть искать еще других инвесторов, еще... То есть фактически когда у тебя уже есть 100 контактов... Друзья-друзей. И так постепенно ты строишь свою сеть контактов в конкретном городе, в конкретной экосистеме. И третье это демо-день. Это они помогают тебе создать твой так называемый pitch deck, презентацию компании. И они на это тратят практически месяц. То есть месяц ты делаешь первую версию презентации, проходишь через краш-тест внутренний, то есть все фаундеры собираются и начинают давать друг другу советы. и вот такими итерациями ты идешь первые там 2-3 недели, ты доходишь до какого-то хорошего уровня, они подключают тренера по презентациям, и он с тобой уже проходит, начинает расставлять акценты, вы пишете скрипт, то, что ты будешь рассказывать, и в итоге все команды, которые были в этой программе, выступают перед зрителями. Ну и там в нашем случае это был снят театр в Берлине. Было около 500 человек, которые слушали эту презентацию. Конечно, был такой для меня невероятный опыт. Сережа, у меня был кликер. Да, что интересно, у них разделяются вот эти две функции, в принципе, человек, который выступает, он не проклацывает слайды, это делает специальный человек за сценой, этим человеком был я в нашем случае. Ну это классный опыт, потому что сзади меня был огромный экран, на меня все прожекторы, я вышел, я никого не видел, я только видел свет. Ты видишь только свет. I'm the CEO and co-founder of Preply. Тебе даже не за кого глазом задержаться. Ты выступаешь в пустоту, в светящуюся пустоту, так же во дворце спорта, так же где угодно. Ты смотришь в зал, но люди думают, что ты смотришь на них, а на самом деле ты смотришь как ежик в туман, какой-то яркий. Тот слоган, та философия, которая нами движет, она очень простая. Создавай что угодно. Что угодно, но создавай. Что еще интересного было на репрезентации, Кирилл выходил на сцену под саундтрек из Игры Престолов, и мы показывали там карту, на которой были игроки, разбросанные по Европе, и собственно ключевая идея была, что конкуренция как бы есть, но ее нет. Наверное, где-то тогда это было не очень скромно, но в целом это достаточно такую бурную реакцию зала вызвало сразу же. Да, и вот мы сделали презентацию, да, и эта презентация такой финал, после чего ты начинаешь обычно поднимать раунд. Это то, что делает акселератор, да? Сколько денег вы подняли тогда? 1,3 официально объявляли, по факту это был 1,1 свежих денег и 200 тысяч, которые нам дали Techstars и СМРК в момент, когда мы пришли в Techstars Берлин. Понятно. СМРК это фонд Александра Косавана и Андрея Довженко. Саша Косаван сооснователя МакПо. И вы можете здесь посмотреть с ним интервью. Или здесь. Сейчас на каждом пятом Макинтоше в мире стоят, да, ваши продукты? В то время я тоже подрабатывал на рабочем настройке. Финансовый проект был провальный. Я верю в Украину. И нам очень повезло с инвесторами. Другим ключевым таким инвестором стал Артур Костом. Он сооснователь booking.com. Мы на самом деле не успели за один раз. Сейчас второй раз. Я нашел такую же футболку, как в прошлый раз. Не знаю, в чем были парни. У меня рубашка поменялась, так все то же самое. В продолжение темы инвесторов, была ли какая-то история, связанная с привлечением инвестиций, которая вы считаете очень важной для вашей истории. Одного из ключевых инвесторов, к которому привлекли, был Артур Костом. Один из ключевых бизнес-ангелов. И мы с ним познакомились на конференции Point9. И вот я вижу перед собой, для меня это был легендарный уже человек. На тот момент booking стоил ближе к 100 миллиардам долларов. Он как бы рассказывал свои истории из жизни booking. Закончилась первая сессия. И где-то после сессии второй я увидел, где он там сидит. Я просто подошел к нему и сказал, что вот мы строим Preply. Это тоже marketplace для изучения языков. И я бы хотел ему больше рассказать про это. Он очень вежливо сказал нет. Он сказал спасибо, да, очень интересно. Но я, к сожалению, сегодня вечером занят, да, а завтра улетаю обратно в Амстердам. Я не знал, что делать, но я как бы сориентировался. Я сказал, Артур, не беспокойся. Я приеду завтра к тебе в отель, раз ты с утра улетаешь, и мы можем позавтракать у тебя в отеле. На что он вежливо согласился. И потом он рассказывал, что было очень неожиданно, но он принял приглашение. Я приехал, мы завтракаем, я открыл ноутбук, показываю ему там дэшборды, рассказываю, рассказываю, рассказываю. И вот так мы провели час, после чего он сказал, все здорово, как бы на связи, и улетел в Амстердам. И дальше, на протяжении следующих трех недель, он нам писал имейлы с большим количеством вопросов. Мы на него отвечали, причем отвечали мы группой. И в итоге через три недели он инвестировал, ну и сейчас, на данный момент, он уже инвестировал миллионы в компанию. Вау, круто. Вот такая история есть. Есть еще другая история. Был я в 2015 в Сан-Франциско. Я встретился там с партнером 500 Startups. И мы красота смотрели на Techstars. И вот я летел обратно из Сан-Франциско в Киев. И, собственно, захожу я на борт самолета. Я, как бы, прохожу бизнес-класс. И я замечаю Дэйва Маклюра. А Дэйв Маклюра это, как бы, был сооснователь 500 Startups. И вот он сидит прямо, как бы, в бизнес-классе. Я прохожу мимо, иду, как бы, на свое место. Ты летишь в эконом-классе? Я лет... Конечно. Я летю в эконом-классе. Вот. И собираюсь с мыслями. Что делать? Там есть Дэйв Маклюр. Выпил вина. Собрался с мыслями. И такой... Собрался, и иду в бизнес-класс. Взял с собой две визитки. А компания еще маленькая. В общем, я иду в этот бизнес-класс, а меня не пускают. Не пускают сюардесса. Вот. И я, как бы, начинаю с сюардесси рассказывать, что я делаю. То есть я делаю этот... Питчдек. Элевейтор питч, такой известный, питч, который должен запичить, пока ты идешь в лифте. По 10 этажей, да. Рассказываю, что мы строим, что вот у нас такая компания, мы вообще из Киева, как бы, и вот здесь были, и встречались, и это там легенда сидит, и мне нужно обязательно с ним пообщаться, от этого зависит там жизнь и смерть, да. И она такая, ну, хорошо, только я этого не видела. И, как бы, открывает мне занавесочку, и вот я уже в бизнес-классе, я подхожу, вижу Дэйва Маклюра, и такой, ну, как будто мы знакомы. Дэйв, да, и он, как бы, такой офигевший, снимает, как бы, наушники, смотрит на меня, и рассказываю вот такое состояние, вот, ну, офигеть. Вот так вот, да. Рассказываю, что мы строим, и он так слушает, 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 вот, в общем, я ему рассказал, сказал, что там встречался с Марвином Ля в его офисе, что было так здорово пообщаться, и он сказал, да, да, здорово, давай пообщаемся, держи мою визитку, вот, и, собственно, я сказал спасибо, и пошел в свой эконом-класс. В общем, я прилетел в Киев, был очень воодушевлен этой визиткой, написал ему, и получил огромное длинное письмо с автоответчиком, в котором начиналось все. Привет, это Дэйв, я очень как бы занят, поэтому ты получил это письмо в автоответчик. То, что, чтобы со мной по-настоящему связаться, что ты можешь сделать, ты можешь написать мне более длинное письмо, но, скорее всего, я его не прочитаю. Что ты еще можешь сделать, ты можешь заменить subject line, то есть, как бы, название этого письма, и поставить много восклицательных знаков, но я тоже, скорее всего, не отвечу. Поэтому лучше всего, чтобы со мной связаться, тебе нужно найти кого-то, кто меня знает. Вот такая история. Одна из таких историй, после которых я приехал в Киев и сказал, ну, теперь мы настоящие стартаперы, прям как из сериала «Силиконовая долина». У вас сейчас доля больше 50% у троих или меньше? Меньше. Меньше, да? Но вот юридически, да, то есть, вы все трое там крепкие долларовые миллионеры. Ну, объективно, по оценке компании. Ну, точно, да? Ну, точно, да? То есть, скажем так, вопрос в следующем. Но эти деньги, они такие, немножко виртуальные, да, то есть, с точки зрения того, что это не значит, что они у вас дома, лежат в кэше, в сейф, да? Ну, то есть, и это очень большая разница, да, потому что компания может переживать любые там какие-то изменения и так далее. Все эти почти 9 лет вы живете относительно скромно. Как вам удавалось все эти годы бороться с материальными соблазнами? Ну, вот там, не знаю, купить дорогие бренды, много недвижимости, много машин, там, еще чего-то. Тут есть часть бизнеса, да, есть часть, не знаю, какой-то внутренней культуры, да, кичится деньгами, да, и не вести себя скромно, да, это не является, типа, круто, да. Деньги не являются главной мотивацией, да, то есть, мы знаем, что они будут в итоге, если мы построим что-то великое. Я недавно прочитал очень классную книжку Джим Коллинз Build to Last. Как построить компанию, которая переживала своих фаундеров, такую визионерскую, не просто велику, а величину компанию. И там была такая, очень красивая вправа, такой, мысленный эксперимент. Я говорю, что в тебе есть все деньги на планете, которые тебе нужны для жизни. Что бы ты по-другому делал в своем бизнесе и в своем продукте? Вот, что бы в тебе не было этого материального аспекта. И когда я про это подумал, от мне было очень приятно понимать, что мы в Преплі, по-суті, перебудовываем то, как работает освіта. Освіта сейчас переходит в онлайн, и мы делаем онлайн-освіту действительно эффективную. И этим очень классно заниматься. Ты впливаешь на миллионы, если не миллиарды людей. И другой момент, который тут можно сгадать, поляга в том, что, по-суті, как сказал Нельсон Мандала, освіта – это не лучшая зброя, которую можно сменить освіту. А вот вы сейчас думаете про «построили что-то великое». Какие у вас есть моменты, когда, так сказать, у нас получилось? Для меня единорог – очень хорошая эпикометрика. Это миллиард капитализации. Да, это миллиард капитализации. Это хорошее место. Сколько вам еще до единорога? Ну, пару лет точно. Я думаю, что наша цель в том, чтобы каждый человек на Земле, задумавшись о том, что хочет учить язык, знал, где его учить. И мы ассоциировались с изучением языков, как основная платформа «Амбили». У нас, в отличие от большинства других компаний, например, CEO не является самым высокооплачиваемым сотрудником в компании. И, в принципе, мы привлекаем достаточно активно таланты, которые стоят дороже, чем мы сами оцениваем себя. Вот так даже. Ну, вот я когда-то общался с этим человеком, он говорит, не может директор получать меньше, чем любой сотрудник компании. Пусть на доллар больше, но это вопрос авторитета и так далее, и так далее. То есть, кто сейчас определяет ваши зарплаты? Борд. Борд. Борд директоров. А он может вас уволить, и он может вас не уволить. Борд может уволить меня. А Кирилл может звенеть в меня. Сережа. А мы с Сережей и Кириллом можем голосовать за членов Борда. Знаешь, такая замкнутая система. Прикольно. Прикольно. Слушай, а я вот сейчас смотрю на твою штуку People over Pixels. Можешь сказать, что ты... Ну, это старая история, на самом деле, когда мы были в Текстарсе, ко мне попала в руки одна наклейка, на которой, собственно, была написана та же самая фраза. И тогда она очень привлекла моего внимания своей емкостью. Потому что, как мне казалось на тот момент, большинство дизайнеров были все-таки про рисование пикселей, а не про то, чтобы помогать людям решать их проблемы. И она как-то запала мне так в душу, и спустя, наверное, где-то года четыре я решил на день рождения увековечить ее себе. Вау. Круто. Мы должны быть зеркалом наших клиентов. Если у нас клиенты со всего мира, у нас должны быть люди со всего мира в Препли. У нас сейчас 36 национальностей в Препли. Вау. Из 300 человек 36 национальностей. И так, Мелисса, в чем ваша главная задача в Препли? Чем вы занимаетесь? На самом деле, в Препли я сталкиваюсь с вызовами каждый день. Так как недавно я сменила должность внутри компании, теперь я руководитель отдела продаж нашего нового проекта Препли Энтерпрайз, в котором мы занимаемся тем, что помогаем различным организациям и командам обрести уверенность во владении языком. Это так волнительно, ведь проект набирает популярность, а управление и найм людей по всему миру действительно является вызовом. Но это так захватывает. Сколько людей в целом работает в B2B-продажах? Сейчас у нас примерно 18 человек. Люди находятся в Штатах. У нас... Все 18? Нет. В Штатах находится один человек, но команда растет. И у нас есть люди из Латинской Америки, Колумбии, Мексики, со Средней Азии, Иордании, Испании. Все довольно глобально. Как вам удается работать с командой, разбросанной по всему миру? Это непросто. Тут важно понимание культуры каждого человека. Но у нас есть цель. Мы горим этой работой. Мы горим изучением языков. Это нас и объединяет. Основное препятствие это разница во времени. Так как я начинаю работу в 9 утра, а сезон с командой из Америки в 9 вечера, то, соответственно, это непросто. 9 утра и 9 вечера? Да, именно так. Мне приходится немного работать по ночам, так как команда находится в Сан-Франциско. Но это очень круто. Хоть мы и много работаем, но команда действительно супер. Мы нанимаем на работу людей, которые имеют те же ценности, что и мы. Людей, которые голодны к работе, заряжены, заинтересованы и по-настоящему заботятся о наших клиентах. Только так все и будет работать. А давай топ-5 забавных фактов о тебе в Препли. Есть что рассказать? Топ-5 забавных фактов обо мне в Препли? Думаю, лучшее это о моем приходе в Препли. Всегда этим гордилась. На самом деле, я заинтересовалась Препли, как только переехала в Украину, так как у меня была страсть к образованию. Также я много занималась волонтерством в Штатах и здесь. Препли тогда как раз достигли своих первых 5 миллионов. Я увидела это в новостях и подумала, о, это интересная компания и они умеют зарабатывать. О, боже, я уже вижу себя, работающие там. Так что я связалась с Кириллом, взяла урок, после которого я сказала, слушай, я хочу дать обратную связь по уроку. Мы сразу же встретились и я сказала, ребята, я хочу у вас работать. Мы поговорили о Препли, о планах Кирилла, он сразу понравился мне как личность и я сказала, что готова присоединиться к команде, на что он предложил прийти в офис. Мне подобрали должность и я стала руководителем техподдержки Препли, где сейчас в GP. Вот такой забавный факт обо мне, поскольку Кирилл очень открыт к знакомству с новыми людьми, я смогла попасть в компанию и это было лучшее решение в моей жизни, потому что я обожаю Препли. Что особенного в Препли? Почему компания успешна? Я бы отметила три вещи. Первая – это наша миссия – помочь людям говорить уверенно на иностранном языке. И я из Болгарии и понимаю, насколько важно для меня и моей карьеры было выучить английский. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей имело к этому доступ. Ты тоже можешь найти репетитора и за 5 долларов, и за 50. Это круто. Мы горим этой миссией. Вторая вещь – это команда. Как я и говорила, команда у нас интернациональная. Это люди из Америки, Чили, Колумбии, Азербайджана, Украины. Ты много мучаешься, и я чувствую, что развиваюсь каждый день. Украинская компания хочет построить глобальный, огромный рынок B2B-продаж. Какие хитрости в таких продажах, когда ты не настолько известен, как, например, BMW или Nike, когда нужно строить бренд с нуля. Думаю, самым главным является набрать правильную команду. Это очень важно. И набирать команду следует как можно скорее в зависимости от того, где твои клиенты находятся. В первую очередь следует нанимать директора по продажам, который будет строить компанию, понимать рынок, на который ваши продажи направлены. Директора, который не будет бояться нанять того, кто будет находиться в другом офисе. Во-вторых, просто начать работать. Не бояться делать что-то быстро и развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Это правда важно. Потому что обычно много времени тратится на анализ продукта, насколько он хорош, подходит под рынки. Я думаю, нужно начинать с того, что есть, а оценивать уже при получении фидбэка. Итак, Джи Пи, кем ты тут работаешь? Я работаю в Прэпли руководителем техподдержки клиентов с октября 2019 года. Уже полтора года. Кирилл сказал мне, что Прэпли — это глобальная компания, и одна из ваших идей звучит как «Если мы хотим быть глобальной компанией, мы будем нанимать людей разных культур и национальностей». Какая у тебя история? История. Я сам француз по происхождению, родился в Альпах, жил в Париже, немного в Лос-Анджелесе, преподавал французский в университете, потом шесть лет провел в Берлине, в Германии, работая в Booking.com, и теперь я в Киеве. Выходит, что я действительно международный, глобальный, я бы сказал. Какая была причина приезда в Киев? Мне нужен был новый вызов. Я провел шесть лет в Берлине, в Booking.com, была возможность расти дальше или пробовать что-то новое, и меня нашли Прэпли. Я решил узнать больше о компании, об Украине, и это было удачное решение. Они нашли тебя? Да, они нашли меня в Берлине, и я был рад перейти в Прэпли и переехать в Киев. Когда они нашли тебя, то как убедили выбрать Прэпли? Что ты первоочередно узнал о компании? В первую очередь они рассказали о самой идее, и она сразу привлекла мое внимание. Это действительно крутой продукт. И в чем же была идея? Идея в том, чтобы каждый в мире мог найти преподавателя, который подходит именно ему и мог научиться всему, чему захочет. А со стороны учителя это то, что у каждого из них есть талант, который можно поделиться и сделать из этого карьеру. Идея помочь этим людям найти друг друга показалась мне фантастической. После, меня пригласили в Киев, где я увидел офис, встретился со всей командой, от моих коллег до Сио. Мы вместе погуляли, и тогда я увидел, какая тут жизнь, какое настроение в команде, и это меня очень впечатлило. Что было самое сложное за годы твоей работы в компании? Найти общий язык со всеми в группе, особенно с техподдержкой, потому что у нас огромное количество клиентов, и когда оно превосходит все ожидания, становится сложно понять, сколько нужно людей, чтобы ответить на все запросы. Нужно, чтобы на запросы отвечали вовремя, но в то же время не хочется, чтобы этим занималось большое количество людей. Найти этот баланс очень сложно. Необходимо убедиться, что команда ладит между собой, и они успевают делать все то, чем должна заниматься техподдержка. Красивые истории, и люди, говорящие, я из Боливии, например, я встретил учителей из Голландии, и теперь мы женаты. И это достаточно популярная история в Препле. Это действительно меняет жизни людей. Но что касается работы, расскажи мне больше таких историй. Это происходит постоянно. На День Святого Валентина мы провели одну активность, после которой попросили клиентов дать фидбэк. Очень много людей встретились у нас со своими половинками. У тебя есть ощущение, что вы делаете что-то особенное в Препле? Да. Что именно? Совмещение всего правильного продукта, правильных людей, и все это в правильное время. Это создает ощущение особенностей. И это отличное время, чтобы работать в Препле. Отлично. И если есть еще крутые, забавные или сумасшедшие истории, которые ты бы хотел рассказать о себе и о Препле, давай. Окей, приезжай в Киев, выпьем, и я тебе все расскажу. Так я уже в Киеве, давай уже выпьем. 10 утра, лучшее время, чтобы выпить. Скажите мне, как вообще нанимать иностранцев, как работать с иностранцами? Потому что у многих действительно есть и психологические барьеры, и языковые, и технологические. То есть непонятно, как это сделать. Вот я могу сказать так, что я сейчас думаю об этом. У меня был момент в Берлине, когда я начал общаться с рекрутерами, которые мне начали выкатывать. Я помню, меня так убила тогда цифра 50 тысяч евро за закрытие одной вакансии. Они просили 30 предоплату, они гарантировали 6 резюме, из них я должен был выбрать 3. Когда я выбирал 3, я должен был заплатить еще десятку. Три человека должны были прийти на встречи с 9 до 11, с 12 до 2, с 15 до 17. Потом я мог подумать, в 18 я должен был сказать немецкого. Это не жутко. Это был оффер. Рекрутер, у кого я выбираю, и в момент из этих троих, когда он говорит, что оффер accepted, плачу еще десятку, и тогда он выходит. И я так на это посмотрел, и мы говорили там про head of sales, для берлинского нашего офиса, и что-то там, пакет доползал до 120-150 евро, я когда там 150, прибавил 50, так что-то думаю 200, думаю... Но я пока подожду. То есть мы это как-то иначе решим. Сделаем тогда, когда я буду в лучшей форме. И вот я не решился. Что важно учитывать при найме? Культурный фит. Самое важное. Как это сделать? Как понять, есть этот фит или нет? Ну, существуют методологии проверки, проверки на интервью разных скиллов и майнсетов. Да, ну, самый популярный... Скиллы — это навыки, майнсет, образ мышления. Да, спасибо большое. You're welcome. Ну, самый известный — это интервью по компетенциям, так называемое. Есть модель star, звезда. Зирочка. Зирочка. Вот. И это... Сейчас вспомню. Situation, task, action, result. То есть это ситуация, задача, действие, результат. И если, например, у нас есть 6 ценностей, о которых мы говорили, я хочу проверить, насколько ты одержим клиентами, я вот прям так и спрашиваю. Расскажи мне какую-то ситуацию, когда ты в предыдущие годы продемонстрировал одержимость клиентам. Это ситуация. Ты начинаешь рассказывать мне ситуацию, я спрашиваю про task, про задачу. Какую задачу ты перед собой ставил? Опиши задачу, которая у тебя была. Ты рассказал ситуацию, какую ты поставил перед собой цель. И дальше, какие действия ты сделал, да? И в конце, какой результат получил. Я люблю добавлять, есть еще добавочка к этой модели EL. Это эмоции и learnings, да? Emotions and learnings. Что ты чувствовал, чему ты научился. Да. Что ты чувствовал в этот момент, когда через все это проходил, и чему ты научился. И фактически это тебе позволяет понять на какой-то реальной истории и копнуть глубоко, задать дополнительные вопросы и понять, насколько перед тобой человек, который действительно показывал в предыдущем своем опыте, что он одержим клиентами, да? Нанимать иностранцев, это знаешь, как быть кочем по успеху. Бери и нанимай. Да? То есть возьми и найми первого иностранца. Ты ошибешься, скорее всего. Да? Ты что-то выучишь, но не бойся нанять второго иностранца. Оля, я так розумію, что вы відповідаєте, власне, за людей. В усій компанії. Точно. И їх дуже багато иноземців. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ви взагалі, как вы до этого пришли? Как говорят на Киевщине, бэкграунд? Напевно, что не больше до Упреплі стосоветесь. Я, когда училась, это была частью студентской организации Айсек. Айсек занимается тем, что организовываю стажирование студентов в компаниях за кордоном. И у меня была нагода познакомиться с многими стажерами, которые приезжали из других стран в Украину, в Днепро, тогда моё родное место. А потом была нагода попрацювать в Штатах, в Крафте. Також, где было дуже багато рейдов. В Крафте? Так. А что вы делали в Крафте? В финансовом отделе. В финансовом отделе. Сколько лет? Півтора. Но это было очень давно. 20 лет назад. 20 лет назад. А что после этого было? После этого я вернулась в Украину. И очень долго, много лет в Крафте. Карьера трапляла. Сначала в финансах, а потом я перейшла в HR. Но деньги и люди это очень важные вещи, я бы сказал, это две важные вещи, но они не очень связаны. Но на самом деле, когда интегруются вещи, которые, на первый взгляд, очень разные, не поединены, в томе народжуется очень много нового и очень много потенциалов. Финансовый досвид помогает работать с людьми. Ты понимаешь бизнес. А, с другой стороны, понимание людей помогает людей в бизнесе интегрувать. Расскажите мне про Преплю, как вы из корпоративного освета, потому что Крафт это такой взярець корпоративного освета, особенно в Украине, и вы перейшли в стартап. Очень интересная история. Я, на самом деле, не думала, что так случилось. Мы познакомились с Кириллом, нагодой была rozmога про то, как дальше развивать HR. В Преплю на тот момент Кирилл, Дмитро, Сергей как раз думали про то, чтобы развивать офиси за кордоном або в Берліні, або в Барселонске. История, чтобы началась развиваться. И мы хотели подумать разом, что дальше делать. Но эти разговоры потом привели до того, что в один момент я отримала оффер приеднатися. И подчас нашего знакомства я очень захопилась миссией компании, возможность поедать разных людей и в позитивный способ вплинути на жизнь людей. Тьюторам дати можливість заробляти, особенно сейчас. И меня это очень сильно захопило. Колись також разные мовы изучали, меня вообще очень сильно надихают. Поэтому миссия продукта, сам продукт очень близки мы стали, захопила амбиций наших кофаундеров. И мне очень близка история с тем, чтобы международной компанией с украинским коренем по-справедному стати глобальною. И чтобы имя Украины было видомо о свете взагалі. Тому, напевно, с этого началась история с Преплі. Прикольно. Какие секреты, и снова таки, лайфхаки, працювали с людьми в разных национальностях, в разных географиях, в таком remote и blended национальностях в свете? Как будувати цю команду? Как будувати ці команди? Мені, напевно, зараз хочется згадати наші цінності. Я кажу, вони всі забавні, це всі люди кажуть, але я хотів відповісти на це питання крізь призму наших цінностей. Це правда. Одна из наших цінностей це via humans. І я думала, як перекласти українською мовою, прям чесно, не знайшла адекватного эквиваленту, тому якщо не проти... Слоган ВОХ «Всюди, де люди». «Всюди, де люди», так. Мій принцип це в кожній людині перше за все бачити людину. Незважаючи на те, якої вона національності, поважати той бекграунд, менталітет, який є, досліджувати, а що стоїть за тим, що людина робить певні речі або кажуть певні речі. А що б ви радили, не знаю, українському, київському, дніпровському, не знаю, підприємцю, як перейти від локального до глобального. Які кроки треба робити? Оце перший, найголовніший крок змінити цей майндсет, шіфт в собі. Що треба змінити? Якщо ми глобальна компанія, що це для нас означає перше за все? Ми хочемо, щоб в нас були офіси в різних країнах, ми хочемо, щоб в нас працювали різні люди. Для того, щоб це трапилося, що ми тоді маємо знати, що ми вміємо робити. І починаючи з якихось банальних речей, як приклад, є продуктові інші компанії в Україні, які хочуть зараз відкритися до ремоут-хайрінга, наймати ремоут-лі людей, але дуже великим обмеженням стає то, що в них вся внутрішня документація українською і російською мовою. Неможливо, тобто починати описувати процес, політики, процедури, кореспонденцію, будь-яку, вести ті мови, якою ви хочете, щоб говорила ваша організація в майбутньому. Коли ви берете, наприклад, інтерв'ю у кандидата на роботу з іншої культури, ремоут-лі, тобто там через, не знаю, зум чи там щось ще, як ви розкриваєте людину, як відчути його енергетику, як зрозуміти його особистість, які ваші улюблені питання? Я дуже люблю слухати людей, як вони розповідають про свої історії і в тому чути, так? Можна приклад? Можна ж. І от конкретне питання і конкретна відповідь якоїсь абстрактної людини, з якого ви, кого ви, наприклад, через цю відповідь не взяли на роботу? Один із прикладів, наступна наша цінність, якусь сьогодні ще Яна згадувала, це Via Hungry. І ця цінність про те, що ми хочемо мати онборд людей, які мають амбіцію, які хочуть свою амбіцію досягати через реалізацію амбіції компанії. Це також про те, щоб наймати і вирощувати класних людей, класний талант. І зараз згадую кандидата на позицію віце-президента. І по технічним параметрам ок, людина. По іншим цінностям також, напевно, не було таких важливих якихось там питань, консернів. Але за всю свою кар'єру багаторічна людина не найняла і не виростила людини сильніше за себе. Тобто вона певною стелією була, до того, кого вона приводить в організацію. І це стало стопером. Ми далі з цією людиною нарухалися. Якщо взагалі ви могли дати одну-єдину пораду підприємцям, керівникам, як працювати з людьми? Що б ви сказали? Як HR багаторічним досвідом? Be human. Период с 2018-го начинай – это период про масштабування компаній і про вистраювання такого настоячого екзекютив левел, то есть топ-менеджерів компанії. І на данний момент у нас уже команда і там із семи человек топ-менеджерів. Але кожного топ-менеджера ти нанимаєш там, реально тратиш на це 6-9 місяців. Для мене, наверное, один із самих больших таких уроків – це те, що краще всього нанимати свого топ-менеджера после раунда інвестицій, причем коли ти вже знаєш, що він состоїться, вже починай поиск. Тому що, як правило, у стартапів є один год життя. Тому що ровно через год ти либо десь виходить на себе окупаємість, либо ти йдеш на ринок і говориш, чого ти за цей год достиг, чому тобі стоїть, чому ти хочеш знову привлечь новий раунд, чому він тобі, і чому інвестори тебе поверити. і фактично там дуже багато значить, як ти строїш топ-менеджмент команди, для інвесторів в тому числе. Саме головне правило для мене це, щоб ці топ-менеджерів, які ти нанимаєш, були реально хендзон, т.е. вони могли руками пойти зробити, проаналізувати, щоб вони були близки к бизнесу і близки к оперціонці. ми не нанимаємо чистих, скажімо так, стратегів, ми нанимаємо людей, у которых сильний операційний опыт. «Привіт, мене звук Киран, я руководящий Talent Acquisition. Що це значить? Я займаюся созданием талант-стратегий по всему миру, в Києві, в Барселоні і Америке. ПОСТРОИТЬ КОМАНДУ, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО С НАМИ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ОБГОНЯТЬ ПО РАЗВИТИЮ ВСЕХ В ЭТОЙ СФЕРЕ. КАКІЕ ЦЕННОСТИ Я СЩИТАЮ САМЫМИ ВАЖНЫМИ? НА МОЕЙ ПОЗИЦИИ СУПЕР ВАЖНО НАИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ. ЛУЧШЕЕ ТАЛАНТЫ, ЧТОБЫ ПРЕПЛИ БЫЛА ТАКОЙ УСПЕШНОЙ, КАКОЙ МЫ ЕЁ ВИДИМ. ЕЩЁ ОДЕРЖИМОСТЬ КЛИЕНТАМИ. КАК ДОБИВАЩАЯСЯ УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИЯ, МЫ ДОЖНЫ БЫТЬ НЕРЕАЛЬНО СОСРЕДОТОЧЕННЫ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ. И ЕСЛИ ПРИМЕНИТЬ ЭТО НА СТРАТЕГИЮ ТАЛЕНТ ЭККВИЗИЧИН, ТО КАЖДЫЙ КАНДИДАТ, С КОТОРЫМ МЫ ГОВОРИМ, ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ КЛИЕНТОМ ПРЕПЛИ. ЭТО ТАКОЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЯ К КЛИЕНТОМ, ЧТОБЫ ДАТЬ ИМ ВАУ ВПЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОЦЕСА, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО. И КОГДА КАНДИДАТ УХОДИТ, ОН ЛИБО УЖЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРЕПЛИ, ЛИБО ХОЧЕТ ИМ ВСТАТЬ. Привет, меня зовут Джастин Уиггинс, и я главный менеджер ПРЕПЛИ. Я присоединился к ПРЕПЛИ летом 2019-го. Я задаю ритм работы для всей команды, налаживаю внутреннюю связь, чтобы во всем происходящем чувствовалась наша идея. Как и у многих других, мой приход в компанию был очень интересным и захватывающим. Я из Штатов и последние 7 лет провел в Лос-Анджелесе, Калифорния. Перед ПРЕПЛИ я работал как со многими стартапами, так и с огромными компаниями, такими как Activision Tablishing, игровая студия. Так что, когда мне написал Кирилл и рассказал о возможностях в ПРЕПЛИ, о желании расшириться за границей Украины, открыть офис в Барселоне и дальше по миру, я был более чем впечатлен сразу по нескольким причинам. Идея ПРЕПЛИ – это создать что-то такое, чтобы решить языковые проблемы. Эта идея мне очень близка, и я хотел быть одним из создателей чего-то крутого. И на уровне компании иметь возможность создавать что-то с нуля. Это то, что зажигало меня. Я создатель в душе, мне нравится подавать новые идеи. И именно этим я каждый день занимаюсь в ПРЕПЛИ. И это круто. Более того, я могу видеть результат своих идей сразу же. Это непередаваемо. Моя любимая часть работы – это люди. У нас нереально разнообразная команда, готовая работать, пробовать что-то новое, зажигать. Моя личная мечта – каждое утро просыпаться и выкладываться на полную. И мне кажется, эти люди отлично отражают наш продукт. Наши учителя, ученики, которые у нас на платформе создают свое сообщество. Создают простой и очень доступный продукт. Поэтому я горд быть одним из тех, кто творит новую культуру и прокладывает новый путь. Мы использовали для большинства своих поисков, мы использовали агентства. И у нас есть агентство, которому мы заплатили 120 тысяч долларов за одну вакансию. И это агентство нам перевело Джоша Кросика, нашего текущего лидера по продукту из Великобритании. И это человек, который лидировал всю продуктовую организацию Hotels.com. Hotels.com – это, если мы не берем Китай во внимание, где вообще своя атмосфера, то Hotels.com – это по размеру второй в мире после букинга компания по поиску отелей. И он там был главным лидером продуктовым. И сейчас он присоединился к Preply. Это стоило того. Это огромная сумма, но она того стоила. И, возможно, мы бы не нашли такого человека собственными руками. Меня зовут Джош Кроссак. Я руководящий продакт-менеджер Preply. Я отвечаю за тот опыт, который преподаватели и ученики получают в Preply. Наш веб-сайт, приложения, инструменты – все, что видит пользователь Preply. Я создавал продукт большую часть карьеры, около 20 лет. В Британии я занимал такую же должность компанией под названием Leco. Много времени провел в Hotels.com, но именно Preply дали мне возможность создать действительно что-то новое. В огромной, потрясающей и быстро развивающейся сфере. Когда мы с Кириллом начали говорить о Preply, я не сомневался. Я в деле. Я обожаю то, как Preply предлагает пользователям совершенно новый опыт. Обожаю общаться с ними, потому что только так можно создать реально крутой продукт и дать реально восхитительный опыт. Вторая ценность – это голод. Preply хочет успеха. Люди хотят построить потрясающую компанию, хотят показать пользователям разницу, и хотят расти как личности. Это все создает крутую, мотивированную и голодную команду, быть частью которой великолепно. Какие истории в тот период вот этого вот скачка от совсем выживания уже к подъему 5 миллионов между вами происходили и чем вы занимались, в чем был ваш личный фокус в компании и так далее? У нас переходил этап от того, что мы все делаем своими руками до сих пор и очень вовлечены в каждое решение в компании, на этап, когда многие решения принимаются уже другими сотрудниками. Здесь по продукту нам очень помогла работа с Артуром Костеном, который из Booking, да? И он нас представил Ясперу Кремвинкелю. Это человек, который у него занимался продуктом в Booking. И Booking известен своей ЭБИ эксперименционной, я даже сказал, не подходом, а философией. У них своя философия. И мы вместе с ними очень много работали над тем, чтобы сделать каждую продуктовую команду независимой. Мы очень много времени провели с Яспером для того, чтобы прийти к точке, когда каждая продуктовая команда независима. Они каждый работают над своей частью сайта, но они принимают независимые решения, потому что все решения базируются на ЭБИ эксперименте. То есть тебе ЭБИ эксперимент всегда как светофор, красный, желтый или зеленый скажет, ты угадал с проблемой клиента и решением, либо нет. Но ЭБИ, он же может быть АБЦД при этом, да? Мы делаем только ЭБИ. Только ЭБИ. Для упрощения ситуации всяких. Я бы больше не додал оцей. Зміна майндсету, способу мислення. У нас даже очень хорошо помню этот момент. В 2017-2018 году мы запланировали такую величезную фичу для наших пользователей – календар. Мы тогда сидели в таком коворкингу на шуляхе. Мы эту фичуру делали очень долго. Три месяца. Мы все были очень злые в конце, потому что там было много всяких багов, помилок и так далее. В конце мы ее зарелизировали. И это был такой момент Стива Джобса. Я там очень хорошо помню. Я нашел какую-то скатертину в офисе. Я взял ноутбук, открыл, как она выглядит. Мы собрали всю команду. Посадили в митинг-руме, чтобы они смотрели на это. Я там рассказывал, что новый этап в прапе. Мы запускаем календар. Поднимается скатертина. Ноутбук с этой фичей. Ну, никто ничего там не кликал. В ней было хоть помилок. Мы еще потом допилювали неделю. Но, типа, такой вау-момент. Запустили великую фичу. Мы понимали, что мы больше так не потянем. Одна фича зайняла три месяца. И это просто, с точки зрения бизнеса, паралізовало всю компанию. Потому что мы не могли ничего другого делать. И мы понимали, что надо что-то изменять. Что фичи надо запускать швидше. И мы начали итеровать для того, чтобы мы фичи могли запустить не за три месяца, а за годину. И буквально там через рік-півтора мы дійшли до того, что мы будь-який функционал на сайті, там, простенький, мы можем для наших користувачів з моменту идеи до моменту того, коли вони его побачать, втиснути в промежок однієї години. Для того, чтобы... Однієї години, так? Как? Для того, чтобы это сделать, я взял очень простую фичу, про которую нам рассказывал Booking.com. На странице checkout, тобто на странице оплаты, поставили галочку, яка не мала ніякого, взагалі, значення, а це просто був надпис, вона досі є на сайті, я хочу мати можливість одержати собі повернення коштів, якщо мені не підійде репетитор. И вы бесплатно на замінули? На бесплатну заміну, так. И это просто на странице checkout, то была галочка. И вона по замовчуванню была включена. Вона не была ніяк повязана з нашим продуктом. Тобто там не было ніякого, так званого, бекенду в разработке. Тобто это просто была галочка, которую можно нажать, 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 нажать. Вона чисто визуальный элемент. Підняла конверсию на кілька відсотків, там 3-4%. І я оцю фічу зробив за годину. Я зняв це на відео, у меня досі є відео. І я зібрав розробників, закинув в Slack канал, де ми переписуємося відео, це я кажу, дивиться, я це зміг зробити за годину. Ця фіча підняла конверсію на 3-4%. Робіть так само. Не робіть фічі на три місяці, робіть фічі за одну годину. Після цього в нас вже є оця культура, коли для нас велика фіча – це тиждень. Оце типу от дуже багато. Нормальна фіча має робитися за один-два дні. І в нас є спеціальний канал Slack у Product Updates. У нас там кожного дня там 3-4-5-6 нових функционалів для каст, наприклад, нових фіч, які ми так регулярно запускаємо. У нас там сотні, якщо не тисячі фіч в квартал. Одна з цінностей в преплі – це така культура хакінга. І багато хто думає, що, знаєш, треба там зробити якийсь класний фінальний продукт для того, щоб ним користувалися перед тим, як його продавати. Ми в якийсь змені часу зрозуміли, що ми хочемо мати на платформі багато контенту. І замість того, щоб писати цей контент, ми знайшли конкуренти, які роблять це саме, і зробили з ними, по суті, таку інтеграцію, партнершіп. Побачили, що взлітає, і тут перед нами вибір. Треба зробити щось таке саме, але треба зробити швидко. Що ми робимо? Наймаємо Head of Product'а Кріс Кнапік з Берліна. Працював в Шаттерстоці. Такий чувак з силиконової долини. Тобто він прямо народився в Сан-Франциско. І ми йому кажемо, Кріс, хочеш в Київ? Він такий, ну, в Київ я ще не був. От, можу приїхати. Але максимум на рік. Ну, і ми його виписуємо прямо з Берліна. Він до нас прилітає. І прилітає з піратським флагом. І такий каже, я вам зроблю класний продукт, який от прям повторює цю контентну історію, але ви мені віддаєте команду на місяць. Ми такі, ну, ми тобі довіряємо. Все в твоїх руках. Він бере оцей прапор, чіпає на окремий рум, де сидить команда. І каже, це моя команда піратів. Вони от місяць тут сидять. Це був липень. Знаєш, літо. Всі в Києві, на Дніпрі гуляють. Він такий, ні. Ми працюємо з ранку до ночі. Просто повторюємо оцей функціонал, яка вла в команду. Знаєш, типу, американці, вони класні силози. Вони вміють продати велику ідею. І цього ніхто, що ніколи не робив. Це прям поміняє траекторію праплі. Команда закривається там на місяць. Сидить під цим піратським флагом. Така заінспайрана. Через місяць результат. Шикарний, класний продукт. Випускаємо на ринок. І Кріс з нами ж залишився, що після цього місяця ще на 11. За 2020-й рік, в цілому, компанія дуже сильно виросла. Около 4-х раз у нас був рост. Год к году. І це якраз про те, що ми так і так росли. І якщо зараз поставити на графік цього росту, то ми видимо, як в 2020-м так ми починаємо расти вверх. І це, звичайно, тут знаєш, інсайд о тому, що онлайн-образование – це образование будущого. Ми почали розвиватися в 2012-м году. Але реальний момент, коли люди по-настоящому поверили в це, случилось в 2020-м. Із-за пандемії? Із-за пандемії. Абсолютно верно. То есть люди… Я б никогда не хотів, щоб там пандемія случилась, і она фактически ускорила там на, я думаю, 5 лет как минимум все технологические тренды, да. І зараз онлайн-образование – це один із самих горячих топиків в мире, особливо в мире інвестицій, да. Вот. І ми дуже сильно виросли, і за це время ми сильно масштабували наш маркетинг-бюджет. І фактически ми там виросли в десять раз по маркетинг-бюджету за год. Сколько сейчас маркетинг-бюджет в місяць? Большой очень. Ну, то есть миллион евро. Близко к этому. Вот это вот корпоративные вот эти секретики. Близко к этому. То есть… Хорошо. А сколько? Ну, близко сверху или близко снизу? Смотри, у нас же история про то, что мы международная компания. Конечно. А с board of directors, да, и у нас есть часть информации, которую мы не можем разглашать. Ну, намекнуть же можете? Ну, я намекнул уже. Хорошо. Хорошо. Видите, я пытаюсь как этот, как щелкунчик расколоть. Спасибо тебе большое за это. По поводу эволюции. Вот вас, как партнеров, и вас, как топ-менеджеров, ну, вот все-таки эти 9 лет, уровень задач, которые вы решали 9 лет назад и сейчас, ну, это там просто другая вселенная. Как вы научились? Как вы стали тем, кем вы стали? Было ли это MBA, книги, не знаю, YouTube-чики или там что? Как ты стал таким CEO или таким CTO или таким Head of Design? Я думаю, что каждого года, по суті, та задача, которая перед нами стоит, это передумывать себя как профессионала, чтобы стыгать за ростом компании и даже чуть-чуть, возможно, упорядживать этот рост. То есть, я сейчас, я уже думаю не про то, как управлять этой командой или этими технологиями, которые я сейчас, а я думаю, что будет через год, когда мы потроимся. Вот. И, по суту, этот reinventing yourself, он имеет разные векторы, где приходит у тебя информация. Да. Во-первых, у меня есть сильные партнеры, с которыми я вместе с этим бизнесом, у нас сильный топ-менеджмент, у нас очень сильный board of directors и инвесторы. Тобто, мы имеем, знаешь, группу поддержки профессионалов, которые уже делали то, что, по суті, мы. Тобто, наши инвесторы уже будовали миллиардные компании, уже будовали миллиардные компании. У нас есть топ-менеджеры. Власне, почему мы не имеем топ-менеджеров, в том числе, за кордоном? В Украине нема людей, которые будовали миллиардные компании с миллиардными бюджетами на американский рынок. Их просто тут немае. У нас нема таких компаний, пока еще. Правда, уже было скоро. Вот. А Граммарли? Граммарли молодцы, але це одиниться. Ну там умовно короче. Ну, Граммарли весь топ-менеджмент был в США. Да. То есть, фактически, они сделали это раньше, чем мы, да, в каком-то смысле. Но это тот же путь, что... Как мы об этом думаем? Мы об этом думаем в следующем образом. Мы хотим нанять лучших сотрудников в мире, и мы должны быть там, где лучшие сотрудники в мире. Как параллельная наша миссия, то, что мы видим. Мы видим огромное количество талантливых людей в Украине, и мы хотим строить компанию, где лучшие сотрудники в мире будут помогать украинцам, да, становиться лучше. Круто. Я думаю, что на самом деле, если обобщить то, что сказал только что Кирилл, то мы придем к тому, что всегда будет эффективнее учиться у какого-то живого, практикующего профессионала, чем просто читать статьи, книги и так далее. Потому что в статьях и книгах очень часто сглаживаются углы, что-то подается не совсем так, как оно есть на самом деле. Ради красного словца, как говорится. Или исходя из соображений корпоративной этики. Или да, или из этих соображений. И поэтому всегда возникают вопросы при заимствовании, скажем, каких-то практик. И поэтому живой человек, который может помочь тебе осознать, как это работает, как методология какая-то может быть устроена, это очень ценно. И такие люди, они действительно катализируют твой рост в несколько раз быстрее. Слушайте, ну, дико вдохновляющий пример. Я, с одной стороны, абсолютно счастлив видеть вас резидентом кооператива, а с другой стороны, героями Федері Вогг. У нас появилась рекоративная идея. Мы хотим авторам пяти найкращих комментариев до этого видео дать какой-то приз. Пяти найкращих комментариев – это какие-то истории из вашего жизни, где вы рассказываете о том, как знание иноземных мов изменило ваше жизнь. Мы думали, какой приз мы можем дать и решили, что будет здорово, если мы можем как-то помочь своими идеями, своим опытом, и мы пригласим пять лучших ребят с пяти лучшими комментариями в наш офис, закажем какие-то закуски, да, и посетим, пообщаемся, ответим на ваши вопросы и надеемся, мы сможем вам быть полезны. У нас офисе епар, думаю, что будут какие-то коктейли. Меня зовут Сергей Лукьянов, я сооснователь Preply CreateWhatever. Меня зовут Кирилл Бегай, я сооснователь CEO компании Preply CreateWhatever. Он назвал от Матра Волоша CreateWhatever. Крэйсу кильвуплей. Создай как фото прискошь. Створюйте, создай что там угодно. Я прямо считаю, что я преступно мало с вами общался последний год. Надо было вас караулить здесь под дверью или там наверху возле кофе, дергать за рукав, попросить каких-то советов. Без шуток и долей иронии. Я понимаю, что вы мега круто ушли ментально вперед от такого стандартного украинского уровня. Потому что то, что я вижу в гигантском количестве компаний, неважно наших коллег, клиентов, знакомых и так далее, то вот этого global mindset нету. Нету. Да? То есть это вопрос и размера амбиций, и, понимаешь, главная стратегия пожевать и добра нажевать, в общем-то, она вызывает все больше вопросов. Понимаешь? И скажем так, это просто вопрос, когда это закончится. Да? То есть скажем, а это точно закончится. И что же вот этого нету. Продолжение следует...